Здравствуйте, меня зовут Михаил Хлебодаров, я представляю службу технической поддержки компании EFT Group и мы продолжаем с вами изучать работу с электронным тахиометром EFT TS1. Сегодня мы рассмотрим также с вами программу координатной геометрии, это работа со смещением и работа с определением домера. Заходим в привычное меню программ и переходим на вторую страницу, где у нас есть меню координатной геометрии, GoGo, нажимаем F3 и дальше F4 для старта программы. Первое меню, программу, которую рассмотрим сегодня, это смещение, нажимаем клавишу F3. Здесь у нас есть два способа определения, определение сдвига и определение координат точки относительно введенных данных по сдвигу. Начнем с первой программы, определение сдвига. Что нам дает данная программа? Мы можем задать какую-то створную линию, либо любую линию на плоскости, и любая точка, которая имеет координаты в этой же системе, она может быть определена относительно этой линии. То есть, на каком расстоянии относительно заданной линии она будет находиться по створу, и также ее нестворность, либо влевую, либо в правую сторону, насколько она в поперечном соотношении смещена, либо влево, либо вправо. Давайте начнем. Значит, задаем сначала базовую линию, то есть она у нас определяется при помощи начальной и конечной точки. Начальную точку также традиционно выберем из памяти поиском, нажимаем «Ок». Конечную точку выполним, определим при помощи измерения на местности. Измеряем точку и сохраняем. А далее необходимо ввести точку, которую мы хотим проконтролировать относительно этой базовой линии. Если у нас точка уже имеется в памяти, также можем выбрать, нажать клавишу F3 для поиска этой точки в памяти. И, выбрав данную точку, нажимаем на клавишу «Результат» F2. В качестве результата у нас будет показана координата точки при проекции ее на линию. То есть это будет непосредственно координата этой нашей точки, которую мы сейчас определяем, как она относительно ее линии расположена, на самой линии. То есть по перпендикуляру сделана проекция на линию ее координаты. Здесь, соответственно, мы сможем с вами задать ее номер новой этой точки. А также можем увидеть, на каком расстоянии относительно начальной точки базовой линии находится наша точка, которую мы проконтролировали на расстоянии 2 метра. И в поперечном соотношении влево либо вправо, в данном случае получается, что вправо на 0,4 метра она у нас смещена. Ну а координаты на самой линии при проекции мы уже с вами определили. Для записи координат точки в память нажмите клавишу F4. Точка записана. Мы вернулись в предыдущее меню, где мы можем опять же задать новую базовую линию и определить положение любой другой точки, которая определена в этой системе координат относительно базовой линии. И рассчитать ее координаты при проекции на линию. Нажав клавишу Escape, мы возвращаемся в предыдущее меню смещений и выберем с вами вторую функцию, клавишу F2. Это определение координат точки по заданным смещениям. В первом случае мы определяли координаты и смещения точки, любой точки относительно базовой линии. Во второй части вот этой программы мы, наоборот, определяем координаты точки по заданным смещениям. То есть мы не определяем их смещения, а задаем их самостоятельно. Как и в первом случае, мы задаем сначала с вами опорную базовую линию. Давайте сделаем это при помощи поиска начальной и конечной точки базовой линии. А дальше в меню ввода смещения мы с вами должны задать продольное смещение относительно начальной точки вдоль створа. Вводим расстояние в метрах. И то же самое в отношении смещения поперечной относительно базовой линии. То есть либо в правую сторону относительно створа, тогда смещение будет введено с плюсом, либо в левую сторону относительно базовой линии, створа базовой линии. В этом случае смещение должно вводиться с минусом. Таким вот способом. Для расчета координат точки, которые мы задали с заданными параметрами смещения, мы нажимаем клавишу F2 «Результат». Появляются координаты рассчитанной точки, а также возможность сохранить ее в памяти. То есть вводим название точки и нажимаем клавишу F4 для записи. После записи мы также возвращаемся в экран заданий параметров для определения координат новой точки по заданным смещениям. Для возврата в меню координатной геометрии нажимаем клавишу Escape, вернее, в меню смещения Escape, а для возврата в меню координатной геометрии еще раз Escape повторно. И последняя программа, которая у нас есть в координатной геометрии, это программа расчета до мера. Мы можем выбрать ее при помощи клавиши F4. Называется она здесь «Расширенные параметры». Также, как и в случае со смещением, мы обязательно должны задать базовую линию. Задаем базовую линию точками начальной. Давайте также поиском определим с вами базовую линию, точка начала, точка конца. А дальше в меню ввода смещения мы должны выбрать базовую точку, относительно которой мы будем рассчитывать смещение. Если мы в смещении всегда относительно первой точки рассчитываем, расстояние по створу и нестворонность, то здесь мы можем определять, относительно начальной точки базовой линии мы будем вводить смещение, либо относительно конечной точки. То есть вы сначала выбираете, относительно какой точки будет задано смещение, а потом задаете само горизонтальное смещение. Это следующая строка. Здесь вы вводите расстояние в метрах и нажимаем клавишу F2, расчет, чтобы посчитать это смещение, рассчитать координаты этой точки с заданным смещением. Появляется экран с рассчитанными координатами точки, и также мы можем задать имя пикету, который будет сохранен, и F4 для записи. Точка записана, и программа нас вернет в предыдущее меню, где мы задаем параметры базовой линии и параметры относительно какой точки мы будем с вами задавать намер. Относительно начальной точки базовой линии, либо относительно конечной точки базовой линии. Для возврата в меню координатной геометрии нажмите уже клавишу Escape. Это все программы, которые есть в меню координатной геометрии, и они помогут вам сделать расчет необходимых координат точек, либо необходимых смещений, когда у вас нет возможности это сделать при помощи какого-то программного обеспечения на компьютере. То есть это можно сделать непосредственно в меню самого тегеометра. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии с предложением по съемке новых видео, и увидимся в следующий раз. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok